«Анапа – это моя малая родина», – писала в своих воспоминаниях Елизавета Скобцова. Именно здесь, в 1917 году, она вступила на путь общественного служения. Взяв на себя обязанности главы города в период двоевластия между большевиками и белогвардейцами, Скобцова ставила перед собой единственную цель – спасение культурных и человеческих ценностей в то смутное время. После череды трагических событий, которые в корне изменили ее жизнь, Елизавета посвятила себя служению Богу. В честь 125-летнего юбилея Матери Марии в Анапу прибыли специалисты из Санкт-Петербурга. Они поделились с анапскими коллегами новыми, найденными историческими фактами из жизни Елизаветы Юрьевны. Мы приехали сюда как исследователи в какой-то мере творчества Матери Марии, и даже скорее исследователи тех судеб, в судьбе которых отразилась ее жизнь. То есть нынешних современников, которые в определенной мере продолжают социальное творчество Матери Марии. То есть помогают бедным, помогают слабым, творят добро другим людям. Зоя Николаевна Лемякина уже более 17 лет собирает по крупицам историю Матери Марии. Благодаря ее стараниям в музейном комплексе Горгипе собрана уникальная коллекция. Здесь представлены личные вещи Елизаветы Скобцовой – письма, картины и предметы быта. Постепенно собиралась, уточнялась, дополнялась эта экспозиция. И наши знания, они приходили не сразу, а постепенно. Менялась экспозиция. Ну, изменилась она вот и в прошлом году, когда 70-летие Победы. В этом году будет юбилейная дата – 125 лет со дня ее рождения. Это ее малая родина. Мы не можем, мы не Ивана, не помнящие родства. И как она говорила там, что каждый народ имеет душу. Часть ее души на этой земле. И как же здесь не должно быть музея памяти нашей замечательной подвижницы, праведницы, поэтессы, художника, философы. Потрясающая личность, которая соединила в себе так много, как, пожалуй, никто. Мать Мария избрала свой путь – служение людям. В годы Великой Отечественной войны она прятала еврейские семьи, за которыми охотились гитлеровцы. Под полами монашеской одежды носила еду запертым в гетто еврейским детям. Тайно выдавала свидетельство о крещении и помогала им бежать. Ее арестовали и отправили в концлагерь. Среди узников ходили настоящие легенды о сильной духом и верой монахине, которая поддерживала заключенных в трудную минуту. Свою гибель мать Мария предвидела и описала так. «С укором перечислят мне мои грехи, святые сестры, И суд велит гореть в огне, и это будет новый постриг». Она погибла за месяц до окончания войны. Вошла в газовую камеру вместо приговоренной еврейской девушки. В 2004 году Елизавета Скопцова была канонизирована. Константинопольский патриархат Православной Церкви причислил ее к лику святых.